Вот и завершились внеочередные парламентские выборы в Армении. Уникальны они тем, что победителя можно было предугадать не из-за фальсификации или узурпации власти, а в связи с тем, что настрой армянского общества очевиден, последователен и логичен. Естественно, большая часть населения поддерживает лидера бархатной революции Никола Пашиняна. Однако нельзя сказать, что выборы в национальное собрание не несли в себе совершенно никакой интриги. Как минимум было интересно посмотреть на то, какие же проценты наберут участвующие в голосовании политические силы. По итогу партия Пашиняна-Мойшак получила 70% голосов. Откровенно говоря, лично я думал, что Мойшак покажет даже более высокий результат. Но, что бы я там ни думал, блок Никола Пашиняна неоспоримый лидер парламентских выборов. И вопрос, который также интересовал многих, сможет ли республиканская партия, то есть бывшая партия власти, пройти в национальное собрание? В прошлом, имевшем абсолютную монополию на власти республиканцам, в этот раз не удалось даже набрать необходимого минимума. Для попадания в парламент политическая сила должна получить от 5% голосов. Республиканская же партия набрала примерно 4,7%. И ведь в республике когда-то предпринималась попытка понизить минимальный рубеж. Однако именно республиканцы не пропустили данную инициативу. Что тут можно сказать? Ирония судьбы. Сразу же вспоминается знаменитый диалог Пашиняна с действующим на тот момент президентом страны Сержем Сарксяном. В котором последний заявил, что оппозиционная партия Никола, имеющая столь низкий рейтинг, не вправе говорить от лица народа. Время, что в новом парламенте будет 44 оппозиционных депутатов. А 88 мандатов достается блоку Пашиняна. Крайне значимо то, что Никол Пашинян не соврал, когда пообещал провести честные и чистые выборы. Мы достигли нашей основной цели. Это свободные, прозрачные и демократические выборы. Наша главная цель на будущее – институционально укрепить демократию в Армении. Об этом свидетельствуют отзывы иностранных наблюдателей. Так, один из депутатов Европарламента высоко оценила прошедшие выборы, заметив, что Армении удалось за короткий срок сильно поднять планку качества. У партий и ЦИК было мало времени для подготовки к выборам. Но они провели выборы на очень высоком уровне. Мы рады констатировать большие изменения в избирательной практике. В прошлом мы видели раздачу денег и скопление автобусов у избирательных участков, но вчера всего этого не было. А по утверждениям представителя ОБСЕ, в Армении еще никогда не проходили выборы на таком уровне. На выборах не было преследования, не было давления. Я могу с уверенностью сказать, что в Армении до сих пор не было таких выборов. В схожем, резко положительном ключе отозвался еще один из членов наблюдательной комиссии. Были политические дебаты, выборы прошли в свободной обстановке. Некоторую озабоченность вызвал порядок финансирования выборов, который создал неравные условия. Но подкупа голосов и давления не было. И у политических сил была возможность вести равную конкуренцию. По его словам, некоторые из иностранных наблюдателей даже сказали, что были бы рады подобным политическим процессам в собственных странах. Многие наши наблюдатели хотели бы, чтобы такие дискуссии между лидерами политических партий проводились в их странах. Сегодняшнее руководство Армении доказало свою волю провести выборы на высоком уровне. А теперь о менее радостном. Явка на выборах оказалась не такой высокой и составила 48%. Но не будем забывать, что на этот раз в голосовании не участвовали так называемые мертвые души. К слову, 7 декабря, за два дня до голосования, был арестован второй президент Армении Роберт Кочарян. Эпопея с уголовным делом против экс-главы государства началась еще несколько месяцев назад. Тогда Кочаряна обвинили в попытке свержения конституционного строя в связи с памятными событиями 2008 года. Но тогда его отпустили, так как бывший президент имел неприкосновенность. Сейчас же апелляционный суд принял решение об аресте бывшего главы государства. Кочарян не стал дожидаться принудительного привода в СИЗО и явился туда сам. Экс-глава республики, ровно как и его защита, продолжают утверждать, что происходящее является политической вендеттой и личной местью. А также планируют обратиться в Европейский суд по правам человека. Роберт Кочарян уже сделал публичное заявление для граждан Армении. Как вы знаете, сегодня апелляционный суд Армении принял решение, согласно которому я снова окажусь за решеткой. Очевидно, что этот вердикт – результат грубого давления со стороны властей. Я и моя команда не раз заявляли, что происходящее – не что иное, как личная месть, настоящая вендетта. Пройденный мной путь, успехи за все время правления, авторитет в Армении, Арцахии за рубежом, а также политические перспективы никак не дают покоя популисту дня. Руководителю, не способному управлять страной. Кочарян подметил, что продолжит свою политическую деятельность в тюрьме, а власти не смогут сломить его волю. Конечно, кто-то может сказать, что арест Роберта Кочаряна в такое время – это специально спланированная акция для повышения рейтинга партии Пашиняна. Но, смотря правде в глаза, стоит признать, что вне зависимости от того, на воле Кочарян или в заключении, блок «Мой шаг» все равно одержал бы на этих выборах победу. Добавлю пару слов от себя по поводу прошедших выборов и их итогов. Как я уже сказал, результат выборов не был интригой, он логичный и закономерный. Меня интересовало, сможет ли РПА пройти в национальное собрание, растеряв весь свой административный ресурс. 4,7% для бывшей партии власти – это очень показательная ситуация. Но главный вопрос заключался в том, будут ли выборы такими, какими их преподносил Пашинян. И сейчас, когда они прошли, можно утвердительно сказать – да, это были показательные выборы. У Армении получилось. Получилось провести выборы, которые можно ставить в пример. Вне всяких сомнений, это были самые честные и соответствующие демократическим стандартам выборы в современной Армении. И это историческое событие. Таким образом, армянское общество закладывает почву для того, чтобы развить те механизмы, которые в совокупности мы называем демократией. Честные выборы, свободные СМИ, независимые суды, мирная сменяемость власти. Завершилась ли армянская бархатная революция? Никол Пашинян сказал, что она закончится лишь тогда, когда будут достигнуты все поставленные цели. А я лишь добавлю, что помимо этого очень важна революция вот здесь. Очень важен тот момент, когда население становится гражданским обществом. Армяне запустили этот процесс, и его дальнейшее развитие зависит от них. Люди поверили и почувствовали то, что с их мнением нельзя не считаться. Политики больше не являются пресловутыми хозяевами. Они стали наемными работниками, которые обязаны отчитываться перед гражданами. Потому что эти самые граждане и привели их к власти. Будет ли сложно? Да, скорее всего будет. Но я искренне убежден в том, что для древней христианской страны это единственный верный путь. Господа армяне, вы показали нам всем пример того, как надо проводить выборы. Хочется поздравить вас с этим успехом и поблагодарить. Поблагодарить за то, что в свое время вам хватило смелости и гордости сделать этот рывок, задавший дальнейший темп развития. Продолжу с интересом наблюдать за тем, что же ждет вашу страну дальше. Напоследок сказал бы, что главным образом судьба Армении находится в ваших руках, но вы уже на деле доказали, что и сами это прекрасно понимаете. Вы большие молодцы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!